И вводим, опа! Блин, интересно, чем там Толик занимается? Я уже и выспалась, и отдохнула, и уже все боки отлежала. Я уже несколько часов просто валяюсь на этом диване и жду, пока же Толик придет сюда. Так, надо посмотреть, что же за лекарства он не уколол. То, что витамины, я уже прочитала, повышает иммунную систему и работоспособность. Ребята, так он хотел сделать мне хуже, а сделал в несколько раз лучше. Теперь я буду чувствовать себя бодрячком. Ладно, это пока ставим, чтобы он не заметил обратно, и пойду посмотрю, где же он и что делает. Как же классно, как раз вкусняшками не с кем делиться не надо, пока там Леночка в отрубоне. А, кофеечек попивает, и сладостей все мои кушает. Ну ладно, сейчас тебе боком вылезут эти сладости. Что-то подозрительно, ребята, и тихо как-то. Период действия снотворного уже давным-давно должен был закончиться, а Леночки все нету. И типа дрыхнет там. Ладно, пойду проверю, что там происходит. Сделаю вид, как будто бы я еще от снотворного не отошла. О, дрыхнет еще. Не, ребята, ну это уже походу непорядок. Надо будить ее. Леночка, просыпайся. Леночка, все в порядке с тобой. Леночка, просыпайся. Угу, просыпаюсь. О, ну слава богу, ты уже очнулась. А то я вообще испугался за тебя. Целый день проспала. Толик, а что произошло? Мне так голова болит. Я вообще не помню, как я тут оказалась на диване. И почему я заснула. Че, точно ничего не помнишь, Леночка? М-м-м, вообще не помню, как я оказалась здесь на диване. А, Леночка, ну так я тебе сейчас расскажу, как все было. Короче, дело было так. К нам, походу, пока я выходил в машину, пришла медсестра. И вколола тебе какое-то снотворное. Да? А ты уверен, что это была медсестра? Я вообще не помню, что я с ней встречалась. Да сто процентов она была. Еще рядом с тобой укол лежал. Я его убрал. Да что ты говоришь? Брешет же собака, а? Что-что? Кто брешет? Да не тебе я это. А, ясно. А то я уже не то подумал. Слушай, ну если это была медичка, да, то ей обязательно надо придумать, как отомстить. Так просто этого оставлять нельзя. Пробралась и еще меня усыпила. Ох, это вот казак. Ладно, Леночка, ты давай отходи здесь, а я пойду тебе какую-нибудь чайка сделаю или кофейка, чтобы у тебя энергии придать тебе. Толя, чайка, кофейка попить, это конечно хорошо, но столько времени прошло, весь выходной пролетел. А у нас дома беспорядок, у меня столько планов было. Так что я думаю, теперь ты мне точно должен помочь поубирать, да? Ну чем смогу, Леночка, тем помогу. А сейчас пока я кофе сделаю, а ты давай сама начинай. Угу, давай, хорошо. Ребята, походу, повелась на моей мурмули, придумала, буду я ей помогать, ага, разогнался. Ха, сейчас, ребята, я ему устрою сладкую жизнь, я же обещала над ним постебаться. Будет знать, как врать мне и обманывать, и снотворное пытаться уколоть. Ой, 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 Толик, иди сюда быстрее, ой, капец какой. Ой, да что там еще случилось, что там эта Леночка стонет? Ой, ой, Толичек, иди сюда быстрее. Что такое, Леночка, что случилось? Толичек, вообще ног не чувствую. В смысле? Ой, я встать не могу, я ими пошевелить не могу. У меня ноги не чувствуются прямо от бедра, прямо от места, где укол делают. Леночка, может ты просто перележала, да там залежала свои ноги, а? А, Толик, ну я же не дурная, я же понимаю, когда можно залежать, я их вообще не чувствую. А может мне инъецию неправильно поставили? Да быть такого не может, Леночка. О, есть один способ, сейчас проверим, пощипаем твои ноги. Ну что, Леночка, чувствуешь что-нибудь? А? Нет, Толик, не чувствую, вообще ничего не чувствую. Да, Леночка, блин, вот дела, да я тебя со всей силой щипаю, ты должна была стопудово почувствовать. Значит, мне неправильно сделали укол, но если это медичка делала, она же с высшим образованием медицинским, она же не первый укол-то ставит, она же не могла так накосящить. Блин, блин, Леночка, я не знаю, что ей делать, ладно, ты тут полежи чуть-чуть, я пойду подумаю на кухню, ну все. Блин, ребята, е-мое, вот это я накосячил, теперь Леночке стопудово нельзя признаваться, что это я ей укол сделал, и что же мне делать, посоветуйте бы что-нибудь. О, ребята, идея, у меня же есть Калавдия Ивановна, сейчас мы ей позвоним и проконсультируемся, а ну-ка, так, опа. Добрый день, Калавдия Ивановна. О, какие люди в Голливуде, объявился пропажа. Да никакая не пропажа, Калавдия Ивановна, по прошлой ситуации мы с вами попозже разберемся, мне сейчас катастрофически нужна ваша помощь и совет. Ну ладно, вы же знаете, личные консультации не бесплатно. Вот же зараза меркантильная. Что, что вы сказали? Да я на любые деньги согласен. Странный умилок, то вырубить за деньги, то спасти за деньги, вы бы уже определились. Да все, время не терпит, хватит болтать, вы мне поможете или нет? Ладно, излагай свою проблему. Короче, дело так, я поставил сам Леночке укол со снотворным, и у нее отнялись ноги, она их не чувствует, я ее прям щипал сильно. О, ну ты и попал, милок, я так сходу и не отвечу. Нужно изучить медицинскую литературу. Ладно, если что-то вычитаете, тогда сразу же набирайте. Блин, ребята, с нее пользы, как с козла молока. Ладно, пошел к Леночке сам что-нибудь придумывать. Вот интересные эти пациенты, наверное, не с кем Новый год отметить, вот и волнуются за свою цыпочку. Ну ладно, если ей не полегчает, я предложу свою кандидатуру. Леночка, ну что тебе тут не полегчало? Ой, Толик, вообще ног не чувствую совсем. Блин, а что делать? Не знаю, но слушай, впереди новогодние праздники, а у нас на кухне беспорядок, куча посуды непомытых, весь дом требует генеральной уборки, за елкой съездить, за продуктами съездить, короче, столько дел надо сделать. Мда, сделал себе цацку, походу сейчас все на мои плечи ляжет. Толик, а что значит ты себе сделал цацку? Да нет, Леночка, ты все не так поняла, я хотел с тобой вместе всем этим заняться, а придется теперь одному. Ну я же не виновата, что я ног не чувствую. Ладно, ты лежи, отдыхай, пойду начинать заниматься. Давай. Ребята, ну вы же, надеюсь, понимаете, что мне ничего не болит, и ноги я как свои чувствовала, так и чувствую. А Толику будет по заслугам за то, что он перед новогодними праздниками решил надо мной так постебаться. А вы, ребята, были на канале Крэйзи Лайф, обязательно с вас лайкосик, не забывайте про подписку, чтобы увидеть, что же будет дальше. И всем желаю крепкого-крепкого здоровья, потому что сейчас такая ситуация, что болеть, ну никак нельзя, тем более впереди много-много праздников. Все, ребят, всем пока-пока.